Здравствуйте! Репортер 73 представляет информационный выпуск Каждый день, вечер и утро Реальность сама складывает картину дня В студии Евгений Луковкин Смотрите сегодня в программе Спасти Родину и не только Сама вот эта вот неоклассическая архитектура Она имеет корни в античной культуре То есть это двухтысячелетняя история Архитекторы борются за старые здания Ульяновска Национализму здесь не место Более 110 народностей, которые проживают у нас здесь На протяжении уже нескольких веков И проживают не просто сосуществуя рядом мирно Борьба с ксенофобией, запретом и контрпропагандой Не хуже голландских В этом году как бы вот больше люди хотят желтый тюльпан Ну может это связано с такой легендой, что в желтых тюльпанах живут эльфы Солнышко в цветах Готовимся к 8 марта Ломать не строить, а сохранить непросто Здание 20 века редко попадает в реестр культурного наследия Чаще под снос Недавно на нижней террасе уничтожена поликлиника Постройка первой половины прошлого столетия На кону судьба бывшего кинотеатра Родина Ныне небольшого театра Театралом построят новую площадку, что несомненно радует Удручает то, что старую отправят в расход Архитекторское сообщество с таким раскладом не согласно Пока город не заполнили новоделы Есть шанс спасти яркие образцы архитектуры Стиль триумф во всей красе Здание по типовому проекту Зои Брод Выдающегося архитектора середины 20 века Символ надежды советского народа На возрождение и новый взлет После разрушительной Великой Отечественной войны Сама вот эта вот неоклассическая архитектура Она имеет корни в античной культуре То есть это двухтысячелетняя история Если посмотреть древние храмы Греции То мы найдем очень много похожих элементов Та же ордерная система, например Новость о грядущем сносе на профессионалов Обрушилась ушатом ледяной воды Проект нового здания для Тюза Обещает большие площади, доступную среду, благоустройство территории И другие преимущества Кроме одного Бывший кинотеатр Родина канет в небытие Петиция ульяновских архитекторов собирает подписи неравнодушных земляков Главная задача – успеть составить кворум Сегодняшний обитатель здания полемизирует с экспертами не готовый Свою позицию предпочитает не высказывать, а показывать Здесь мы тоже вынуждены хранить декорации И я скажу по счастью, наверное, да В условиях пандемии буфет сейчас не может функционировать Поэтому у нас появилось еще 20 квадратных метров для хранения декораций Пройдите вот сюда, здесь будет все замечательно видно В кофрах театральный костюм Это декорации Это декорации За 16 лет, которые небольшой ютится в здании бывшего кинотеатра Реквизита скопилось немало Размещать новый попросту негде, как некуда привезти и новых артистов В труппе 15 человек, катастрофически мало для постановок Конечно бы нам хотелось расширить репертуар Потому что две сцены, малая и большая Нам дадут очень большой простор в воображении, фантазии В том, чтобы мы могли показывать разные формы спектаклей Конечно же, у нас будет масса проектов в фойе За кулисами действительно небольшого театра Телевизионная камера работает впервые И место здесь, как мы видим, поистине не так уж и много А во время спектакля в этом пространстве лежит необходимый сценический реквизит И стоят артисты в ожидании своего выхода на сцену Здание ремонтировали в 2013-м Работники театра бережно сохраняли результат Оставить строение на своем месте, а для нового подыскать другую территорию По мнению артистов, утопия Участков в городе не так много При таком раскладе реконструкция отложится на неопределенный срок И в конечном счете сойдет на нет Площади поджимают, творческие планы требуют широких возможностей С другой точки зрения разрушается память об эпохе Нужен консенсус, искать который задача незаинтересованной стороны Вера Мещерякова, Бахтияр Салтанов, репортер 73 11 миллионов рублей планируют вложить в образовательную отрасль региона в этом году Обновление школ и детских садов продолжится в 2021-м Подлатают и приведут в порядок более 20 учреждений Ульяновска В Димитровграде начнется строительство современного лицея По аналогии со школами в микрорайонах Юго-Западной и Репина Амбициозное будущее и приятное настоящее В Ишеевке открылась долгожданная школа, совмещенная с детским садом Маргарита Матюшинская продолжит В мае 2017 года началось строительство в Ишеевке, которая затянулась Объект уже нарекли долгостроем, опасаясь, что здание так и не вырастет Сомнения не оправдались. 4 марта торжественно открыли детский сад и лицей для младших классов В общей сложности на 420 мест В составе Ишеевского многопрофильного лицея это третий корпус Поэтому мы от своих направлений не отходим, которые развиваем в среднем звене У нас будет развиваться естественно научно-технологическое направление Сегодня мы здесь открываем мини-лабораторию по этим направлениям для детей дошкольного и школьного возраста И эти направления мы будем развивать В учебном комплексе предусмотрен мягкий переход из дошкольного в начальное общее образование Затем в основное и среднее общее Просторные кабинеты дают полет для творчества не только ученикам, но и педагогам В прошлом приходилось ютиться в тесном старом здании Рядом находится спортзал Дюжс Вот в том зале мы занимались Вы представляете, вот первый, второй, третий, даже четвертый класс Их одеть нужно в школе, привезти туда, там переодеть Теперь в распоряжении светлые спортзалы с инвентарем Информационный библиотечный центр, оснащенный современным оборудованием Медицинский блок, где принимает врач-педиатр, психолог, логопед и стоматолог Здесь все условия есть, то есть и лор-врач может посмотреть спокойно То есть и окулист, и то, что запланировано именно по осмотру Та же диспансеризация детей Зеленый цвет, развитию талантов и способностей В том числе и благодаря новому оборудованию и современному ремонту Вот так, например, дети изучают правила дорожного движения Безопасно и наглядно Малышам большие площади для 120 ребят Создали яркие и приятные группы В детский сад уже подали первые заявления Двухлетняя Каролина с нетерпением ждет новых впечатлений В бассейне будешь плавать? Да Как будешь купаться? Мам, там надо еще тапки взять Тапочки надо взять, все правильно Занятия в учреждении начнутся уже 5 марта Маргарита Мутишинская, Геннадий Бухтаяров, репортер 73 Зеленые технологии Для новых инвесторов с экологическим статусом В Ульяновской области прорабатывают новые льготы Например, резидентам гарантируют особую поддержку В части первоочередного предоставления инфраструктуры индустриальных парков Плюс льготные энерготарифы Все это положительно скажется как на экологии, так и на экономике А значит, на нашем здоровье и достатке Тему продолжит Марина Тимофеева Кронштейны, подножки и множество других автокомпонентов Новое предприятие разместилось в портовой особой экономической зоне Запустили первую литейную ячейку В планах еще две Здесь мы откроем литейку И при полной загрузке в течение года Количество рабочих мест составит 15 человек В данный момент мы приступили к предпроектной проработке Строительства нашего собственного здания Землю мы уже получили в аренду Опять же у портовой особой экономической зоны После полного запуска предприятие откроет 50 вакансий От разнорабочих до операторов ЧПУ ПАЭС это 426 гектаров уникальной площадки со всей инфраструктурой Для резидентов индустриального парка Помимо основных преференций, предоставляемых портовой зоной Здесь предлагают и льготные ставки по аренде Сегодня площадку занимают 35 компаний Российские и иностранные инвесторы Из Германии, Китая, Словении, Швеции Сегодня задача до 2024 года включительно Сделать так, чтобы она практически была в полном объеме заполнена Это первое, второе, не менее важное Чтобы особая экономическая зона все же работала на авиапромышленный комплекс Взаимодействие предприятий ПАЭС с авиапромышленными комплексами усилят Кроме этого, в 2021 сюда придут более 10 инвесторов Нам удалось избежать сокращения рабочих мест в наших предприятиях Предприятия инвестировали чуть более 600 миллионов рублей в портовую особую экономическую зону В текущем году мы ожидаем существенный подъем Новые компании создадут тысячу рабочих мест Объем вложений 2 миллиарда рублей Свой вклад вносит резидент по производству упаковки Сейчас идет строительство завода Открытие планируется летом При этом уже проработали точки сбыта На начальном этапе, наверное, все-таки в Ульяновске Мы работаем с кафе, с магазинами Туда поставляем Это все, что касается оптовых поставок А так и все это через розничную сеть В целом по региону в 2021 ожидают более 20 проектов крупного и среднего бизнеса Они создадут более 2000 рабочих мест Общий объем инвестиций ожидается в размере 10 миллиардов рублей Марина Тимофеева, репортер 73 Нет национализму и ксенофобии Владимир Путин на заседании коллегии МВД Призвал жестко пресекать пропаганду национальной ненависти А самих провокаторов наказывать по всей строгости закона Это один из вариантов борьбы с проявлениями неонацизма Но на одних запретах далеко не уедешь Обществу нужна полноценная контрпропаганда Продвижение здоровых идей Сделать ставку на воспитание Чтобы каждый житель России с детства знал, понимал и уважал культуру народов мира Об этом следующий материал Скрывать не будем Пласт неонацизма в регионе цвел активно Этому десятки свидетельств в государственном архиве В виде вырезок из газет и личных наблюдений жителей области В основном речь о 90-х В наши же дни, как минимум, последние 15 лет тишина Помогает опыт совместного проживания народов на Ульяновской земле Более 110 народностей, которые проживают у нас здесь на протяжении уже нескольких веков И проживают не просто со существуя рядом мирно А их представители понимают и уважают друг друга То, собственно, в таком регионе, конечно, почвы для распространения неонацизма нет и быть не может Помогает в этом и патриотическое воспитание В школах, вузах и даже на восстановленных полях боевых сражений Сотни реконструкторов ежегодно проводят десятки мероприятий Которые погружают жителей региона всех возрастов В эпоху Второй мировой войны Тем самым напоминают о важности победы и цене дружбы народов Нам приходится показывать людям, что это было достаточно жестко, что это было достаточно сложно и страшно Ведь если мы перестанем опасаться этого, не бояться, повторюсь, а опасаться, то это может повториться вновь Чтобы дружба крепла, в регионе работают десятки проектов Один из главных – мы вместе Молодые люди всех национальностей рассказывают о себе, традициях и культуре своего народа Знакомят с национальной кухней Самое главное, что они учатся уважать традиции другого народа, другой национальности И вероисповедания в том числе И мне кажется, что такая традиция должна быть везде, всегда В школах, в колледжах, в вузах, да и вообще в обиходе Тем, кто дружить не хочет и эскалирует конфликты Напомним, за экстремизм предусмотрена уголовная и административная ответственность В зависимости от тяжести преступления Максимальное наказание – до шести лет лишения свободы Максим Бажанов, Юрий Давыдов, репортер 73 Подростковая заболеваемость туберкулезом в Ульяновской области возросла в три раза Негативный показатель 2020-го вызывает у медиков серьезные опасения Но есть и позитивные тенденции Количество взрослых с этим тяжелым и социально опасным недугом Существенно уменьшилось по сравнению с годом 2019-м Далее коротко другие важные и значимые новости региона И вновь ярмарка Первая весенняя сельскохозяйственная После длительного пандемичного перерыва Пройдет в железнодорожном районе Ульяновска 27 марта А поскольку ограничительный режим действует до конца месяца С нюансами безопасности Допустимое расстояние между торговыми точками Не менее полутора метров Для всех продавцов обязательно термометрия И соблюдение масочного режима Всего на весну запланировано пять ярмарок На различных площадках Ульяновска и Димитровграда Заключительная предпасхальная состоится 24 апреля в Заволжском районе Едим по единому В недалеком будущем в регионе появятся общие стандарты питания Которые будут действовать во всех лечебных учреждениях города и области Внедрению системы предшествовал длительный жалобный период Пациенты часто жаловались на низкое качество завтраков, обедов и ужинов Создание специальной рабочей группы, утверждение конкретных норм, постоянный контроль качеством Алгоритм предстоящих перемен уже озвучил региональный Минздрав Проверить зрение во Всемирный день борьбы с глоукомой Бесплатную возможность посетить врача-офтальмолога Ульяновцам дарит Центр общественного здоровья Во время консультации вы сможете узнать состояние органа зрения Измерить внутриглазное давление И при необходимости подобрать очки Обследоваться можно 6 марта с 8 до 12 часов По адресу улица Гончарова, 4 Внимание! Требуется предварительная запись по телефону 8 84 22 32 58 08 Транспортные итоги и планы на будущее Новые трамваи и троллейбусы Тестирование карты «Тройка» Обновление автобусного парка Особое внимание на ситуацию с маршрутками и с маршрутами Тема, актуальная в минувшем году Плавно перетекает в год текущий Чем еще удивляет дорожно-транспортная отрасль региона И в каком направлении развивается? Специалисты обсудили на расширенной коллегии Министерства транспорта Подробности далее Выставка техники в качестве прелюдии Перед серьезным разговором Коллегию Минтранса предвосхитили технические новинки Без которых сегодня самолет не полетит Поезд не поедет Это амбулифт для перемещения Лиц с ограниченными возможностями Для погрузки самолетов И вторая машина Это машина для Противоединительной обработки воздушных судов Это машина КАМАЗ Предназначен для перевозки оборудования Для ликвидации аварийных ситуаций на железной дороге Следующее Там находится гидравлическое оборудование подъемное Также накаточное устройство Следующее оборудование это трактор К этому трактору идет насадки В одном ряду с техникой специального назначения Уже привычные ульяновскому пассажиру автобусы 145 СИМАЗов Большинство которых оснащено метановыми двигателями Успешно курсируют не только в Ульяновске Но и постепенно разъезжаются по всей стране Путем работы с федеральным центром Нам удалось снизить лизинговые платежи Практически на 1 миллиард рублей Наша заявка от Ульяновской области От агломерации города Ульяновска Заняла лидирующее место в Российской Федерации Что касается итогов прошлого года То здесь одним из основных моментов для гордости Эксперты считают беспрецедентные меры поддержки Дорожно-транспортного блока Из областного бюджета и резервного фонда 498 миллионов рублей было выделено Для обеспечения бесперебойной работы Общественного транспорта Такой подход в хорошем смысле слова Развязал руки специалистам В деле проработки планов на будущее Мы должны заниматься опорной сетью Автомобильных дорог регионального значения Мы должны это работать С федеральным агентством Росавтодор По завершению работ Приведение в нормативное состояние Всех федеральных дорог И еще о планах Совсем скоро из Ульяновска Можно будет улететь в Екатеринбург А на 2022-2023 годы Запланирована организация новых маршрутов В Калининград и Минеральные воды Развитие маршрутной сети воздушных перевозок Напрямую между региональными центрами страны Минуя столицу Задача, поставленная президентом России В рамках стратегии пространственного развития Российской Федерации И ее реализации развития магистральной инфраструктуры И мы приступили к ее поэтапному исполнению Есть новости и для предпочитающих Железнодорожный транспорт В сентябре 2021 года На пригородных маршрутах Начнут работать 6 новых пассажирских вагонов А с декабря в Москву На фирменном поезде Можно будет уехать в вагонах двухэтажных Димитровградский комплексный центр доверия В этом году ждут большие ремонтные работы На эти цели из регионального бюджета Выделяется более 7 миллионов рублей Накануне в учреждении состоялось Расширенное совещание С участием руководства города Министерства семейной, демографической политики И социального благополучия Ульяновской области А также родителей тех детей Которые посещают центр Подробности в материале наших коллег С телеканала Димград 24 Сериал комплексного центра доверия На улице Куйбышева Оказывает социальные услуги детям и подросткам С ограниченными возможностями здоровья В 2020 году в рамках федеральной программы По совершенствованию системы комплексной реабилитации инвалидов В центре было приобретено Реабилитационное оборудование На сумму более 7 миллионов рублей В текущем году на эти цели предусмотрено Еще порядка 6 миллионов Также будет продолжен начавшийся ремонт учреждения Торги будут проводиться в апреле месяце Будет проводить торги областрой заказчик Потому что, во-первых, объемы большие И специалистов там гораздо больше И большая сумма, да И мы планируем Мы так запланируем Я не знаю, как строй заказчик планирует Но мы планируем 1 декабря Завершить ремонт первого этажа Потому что 1 декабря – это день инвалидов То, что центры действительно движутся в своем развитии В правильном направлении А те технологии, которые внедряют специалисты доверия Необходимы детям с ограниченными возможностями здоровья Подтверждают слова родителей У меня дочка занимается в этом центре в доверии Уже много лет Вот, мы очень довольны этой программой Преподавателями В общем, сейчас, недавно Вот она еще посещала квартировочную квартиру Результаты 100% суперские А какие результаты? Что конкретно? Она стала такой ответственной Во-первых, она начала готовить Интерес к кухне появился Печет торты со мной То есть, еще даже меня учат У меня такая надежда, что я уже ничего не боюсь Я знаю, что у меня ребенок будет жить И без меня, и со мной Первое впечатление Потому что мы были в других местах Это мне понравилось в чем? Это вот индивидуальное персональное отношение К ребенку, каждому Татьяна Елисеева, Виталий Немов Специально для репортера 73 Из Димитровграда Нитки, ножницы, швейная машинка Путь от дизайн проекта Через лекало, раскрой и допошивочные линии К чему привычно миллионы женских рук на планете Как поведут себя нитки, ножницы и ткань В сугубо мужских руках Наш телеканал продолжает тестировать на себе Профессии, традиционно приписываемые женщинам Профессию швеи я осваиваю в техникуме отраслевых технологий и дизайна Мне помогает опытный наставник и современное оборудование Мешает неуверенность Я все-таки не кот матроскин И на машинке работать не умею От слова совсем А когда у вас ошибки совершают ученики, вы их ругаете? Ну, здесь для того и закуплено было это оборудование Чтобы дети меньше совершали ошибок Они же учатся Грабители из операции «Ы» учились на кошках Я на таком вот куске материала Все по-настоящему Прежде чем студенты, обучающие, присаживаются за машинку Начинают работать То есть сначала обучают ручным работам То есть как выполняются ручные швы Затем технику безопасности на швейном оборудовании Только потом, после того, как они пройдут инструктаж Они садятся выполнять машинные работы Скорость строчки регулируется Самая безопасная – черепаха Ее и ставлю Поспешишь – людей насмешишь Не резко Нежно Можно и ускориться Кажется, начало получаться Давайте я как будто привык уже Ну я просто, вот Мне страшно А, не получилось Разметочная линия в помощь Но учитывать нужно множество факторов Материал нельзя прижимать, тянуть Перекос ткани И все Распарывай и переделывай Мам, мам Слушай, а как ровную строчку прошить на машинке, а? В смысле сам учись? Продолжаем шить строчки Стежок за стежком Мастер более уверен во мне, чем я сам Пришло время создавать свое первое изделие Распашонка для младенца Максимально просто Три детали, ничего лишнего Так, сразу черепаху включаю Здесь вообще очень ответственное мероприятие Все, это экзамен На права На права на машинку Вообще я способен что-то Нет Способен я вообще хоть что-то сделать Сам Кузьмам И нитка срывалась Двойка Не сдал Расстрел Глаза боятся Руки боятся Нога жмет на педаль Машинка подает нить Концентрируемся на процессе Если я сейчас напортачу То потом ребенок Который будет носить эту распашонку Вырастет Найдет меня И скажет Что, что Женя Так шил У меня ощущение, что это метроном Который отсчитывает секунды До того момента Когда мне скажут Что я Ничего не могу Ай-яй-яй Будет маленькая ручка В итоге мою работу Все-таки приняли Но в дальнейшее производство Не пустили Оставив на память О бесценном опыте Вы первый раз сидели Поэтому для первого раза Очень даже неплохо Вы прошили распашонку Да ладно, правда? Ну, конечно Серьезно Нет, я не шучу Нет Потому что у вас Ну да, вы где-то там Скосили Но относительно У вас нет таких Больших погресностей Что вы прям вот Капитально Вы там что-то Плохо шли Освоить профессию Швеи могут и мужчины Хотя это далеко даже Не армия Где подшивать Под воротничок К воротничку Святая обязанность солдата Все сложнее И в разы интереснее Если вы Уважаемые мужчины Обладаете должным усердием Усидчивостью То справиться с машинкой И нитью Вам не составит Никакого труда Его воспевали Древнеперсидские поэты И вполне обоснованно Считали символом Чистоты И целомудрия Его луковицы За обоснословные деньги Продавали в Голландии Благодаря ему Признавались И продолжают Признаваться В самых пылких И страстных чувствах Кто-то считает Что сначала Появился цветок А потом головной убор Названный в его честь Другие Уверяют Что Все было наоборот Словом Легенд Не счесть Как и тюльпанов Что расцвели На ульяновской земле Аккурат К женскому дню Ульяновские Одни из лучших В России Сказал Как припечатал Ровно год назад Легендарный Эрик Ломерс Гость из Нидерландов И владелец Компании По выращиванию цветов В специализированных Кругах Это имя Звучит гордо Ведь Истинно Семейному И такому Красивому Бизнесу Эрика Уже 115 лет Еще посадите Там где Там где Шкурка Подвескалась Корни выходят Там где Не подвескалась Корни остаются Не перейти Искусство Взращивания Идеальных тюльпанов Эрик Перенял от отца И с удовольствием Поделился с нашими Специалистами Мастер-класс Даром не прошел В прошлом году В местном центре По благоустройству И озеленению Вырастили 700 тысяч А в 21 Уже на 100 тысяч Больше При сортовом Великолепии И разнообразии Тут тебе и пестрый Вашингтон Красный Стронг лайф И те самые Песенные Вестники разлуки Стронг голд В этом году Как бы вот Больше Люди хотят Желтый тюльпан Ну может это связано С такой легендой Что в желтых тюльпанах Живут эльфы И когда тюльпан Он распускается Эльф улетает И приносит счастье В руках у начальника участка Ольги Семагиной Так называемые Девятиградусники Их посадили еще В октябре прошлого года Партия вторая Пятиградусников Растет и радует С декабря Все тюльпаны Отборного качества Появились на Ульяновской земле Но с учетом Авторитетных Нидерландских технологий 800 тысяч Для прекрасных дам В самый женский день В году Если верить Цветочному языку Каждый нежный И хрупкий бутон Искреннее пожелание Радости, счастья И процветания Желтые тюльпаны Вестники, разлуки И знаете Сколько бы ни говорили О великолепии Рос О неувидаемости Астр Или изысканной Простоте ромашек Все мы в первый Весенний месяц Неизменно мечтаем Именно о тюльпанах И к счастью Мужчины дарят нам Эту радость Но и мы тоже Попробуем подарить Вот например девушка Здравствуйте Здравствуйте Скажите Как вы думаете В чем секрет тюльпанов? Наверное Это мне? Да Спасибо Наверное в том Что они красивые И яркие Как весеннее солнце И дарят нам праздник Татьяна Домоданова Константин Никитин Репортер 73 И в завершении Выпуска о спорте Чемпионат России По хоккею с мячом Вышел на финальную прямую Плей-офф стартовал Ульяновская «Волга» Уже в восьмерке лучших Впереди бескомпромиссная Битва Против московского «Динамо» Битва для двух побед Первый матч уже сыгран О его результатах Расскажем далее Волга Впервые с 2018 года Вышедшая в раунд Игр на вылет Попала из огня Да в полымя Шутка ли? В воле регламента Команда, занявшая Восьмую строчку По итогам регулярного чемпионата Выходит на лидера Турнирной таблицы В нашем случае На московское «Динамо» Домашний лед Скрытая надежда Но начало игры Осталось за гостями Волга уже на восьмой минуте Схлопотала первый мяч В свои ворота Ульяновцы Мобилизовав все силы Сумели погасить Голевой запал гостей Правда ненадолго На 33-34 минутах Реализовав угловые Гости упрочили Свои позиции в матче Но и Волга не сдалась На перерыв Команды разошлись С приемлемым счетом 1-3 В завершение Телефон рекламного отдела 30-41-73 Рекламные ролики Сюжеты Объявления И бегущая строка Звоните 30-41-73 И вы в эфире Репортера 73 Делайте новости Вместе с нами Звоните 30-40-73 Читайте И смотрите онлайн 3W Репортер 73.tv Реальность Сама складывает Картину дня Редактор субтитров А.Семкин